Всем привет, приветствую вас в новой серии Как вы уже по названию поняли, она будет посвящена Что с собой взять в дальнобой И эта серия у нас посвящена всем вещам Потому что неоднократно уже я получал вопросы И в комментах под видео, и в чате Что с собой брать, запиши видео Что нужно, твое мнение Поэтому давайте начнем Субтитры сделал DimaTorzok Первое Я возьму телефон и буду вам вот так показывать что-то И сразу же об этом рассказывать Первое, без чего невозможно начать дальнобой вообще никак Это вот эта вещь Это навигатор, у меня это телефон Я использую его как навигатор На нем стоит обычный iGo Не оригинальный Могу под видео этот самый показать вам, где я его качал Все работает в принципе без проблем Вообще у меня с ним никаких проблем нет С iGo, помимо того, что там карты Карты 2019 года И порой уже переделали какие-то развязки Переделали немножко какие-то дороги Но Для этого нам необходим второй телефон Он у меня появился только сейчас Это мой шестой айфон Раньше я с ним ходил Сейчас вот когда ездил домой Я купил телефон, на который я сейчас снимаю Это видео И если вместо навигатора, где у вас iGo Вы можете использовать, например, этот самый планшет Это как вы хотите уже вам решать, в общем-то Здесь же я использую Google Maps Я на этом телефоне включаю, раздаю Wi-Fi Здесь включаю Google И один телефон здесь Второй вот так прекрасно здесь стоит И если, например, вот сейчас я пойду по Англии Видите, я в порту стою Мы сейчас загрузимся на паром И я поеду на Англию И в Англии есть дороги Которые переделали уже Я это знаю Я сейчас как раз по такой дороге поеду Я включу вот этот старый айфончик с Google С Google Maps И прекрасно там проеду Потому что я уже сейчас заранее знаю, что iGo ведет неправильно Но это потому, что я там уже ездил Вот, ребята, про что я говорил Видите? Зачем нужен второй навигатор? В iGo, видите, какую херню показывает? Какая-то красная дорога Типа в 2019-м Видимо, ее не было Google нормально показывает Ты продолжаешь движение А вот iGo теперь Она оранжевая обычно А тут, видите, он красный ее выделил То есть, почему-то на нем эта дорога Хотя она нифига не новая Явно такая уже Потрепанная немного Вот Почему он ее так не видит Как бы и не показывает Это неизвестно науке Поэтому Очень помогает Когда ты едешь по двум навигаторам И Нету головной боли Что вдруг Он тебе показывает Что тебе надо там через пару километров Повернуть И ты начинаешь Ой-ой-ой Куда, что и зачем Если же я бы ехал Новой дорогой какой-то То я бы тоже включил два телефона Самая крутая тема Иметь два телефона iGo Или какая-то другая навигация И Google Maps Для того, чтобы Страховать Потому что Google Maps Показывает онлайн пробки Которые вы можете объехать Еще какие-то там нюансы Показывает более короткий маршрут Или более правильный Потому что иногда Эта навигация Так что-то с ума сходит Ну она вас приведет Куда надо Но иногда она Из-за вот этих грузовых ограничений Какими-то кругалями ведет Хотя можно и по Google Напрямик проехать Там ни знаков Ничего нет Бывает Но редко Но бывает В общем В идеале Два телефона Минимум один Или планшет На навигации У вас в любом случае Должна быть Дальше Пообщавшись С ребятами У многих оказалось Есть Видеорегистратор И Также Я вдруг Этим озадачился Думаю Что мой канал Про Канаду Смотрит много Кто Людей Которые смотрят И NoMad Которого Знает дофига Кто Кто метит в Канаду И Он попал в аварию В одной из серий На своем легковом Hyundai И у него был Видеорегистратор Который его спас Я как-то раньше Всегда знал Честно скажу И в свою машину Даже легковую Которая у меня Когда-то была В России Хотел купить Все время Этот регистратор Понимая Понимая Что Он реально Может Разрулить Когда-то Ситуацию И куча людей Есть Которым Он реально Спасал Время Деньги И все остальное Ну как-то Я все время Это откладывал На потом На потом Вот И посмотрел Я вот Его записи Эту прямо И прям думаю Блин Надо вот вернуться Я тогда в каденции был Думаю вернусь И куплю Короче Регистратор себе В итоге Заказал Жену попросил Забрать И домой Когда с каденции Вернулся Он уже лежал Значит расскажу Мне он очень нравится Я им буквально Сейчас пользуюсь Пару дней Но расскажу Об основных штуках Одно Я специально покупал Именно такой И другой нюанс Я уже узнал Когда его купил И собирал Это у нас Каркам Довольно известная фирма Не реклама Ни копейки за нее К сожалению Не получил Почему выбрал Каркам Загуглил Топ 10 Лучших Видеорегистраторов 20 20 Такой вот У меня был запрос И все 10 Открыл Сравнил Друг с другом Во-первых На первое место Можно поставить Этот плюс Этот самый дешевый Но я честно Не выбирал По цене Потому что Они все были Где-то Примерно 5-6 тысяч А этот стоит 3,5 Но я говорю Еще раз Не из-за этого Я его купил Этот Маленький самый У него Маленький размер Это во-первых Хорошо Что его не видно Потому что В некоторых странах Я уже почитал Тоже Там в Германии В Швеции Вообще какая-то жесть В Швейцарии Тоже вот так Не особо рекомендуется Но если для личного пользования А не для того Чтобы ты выложил в сеть То типа можно Вот И Я решил взять поменьше Чтобы он был не такой здоровый Что он тут на лобовухе Сразу в глаза бросается Да Плюс В нем нет всяких Лишних функций В других есть Какие-то там Камеры заднего вида Еще что-то Мне это все Не нужно вообще И главное еще Что Из десяти Только в одном В этом Была вот эта штука Присоска Остальные все На Скотче Треем На двойном скотче У этого в комплекте Есть и скотч Треем И лобовуха В нашей работе Когда мы меняем То одна у тебя Фура Голова То у тебя другая Тебе надо быстро Раз Отстегнул ее От стекла И то на присоске И переставил в другую машину Вообще без проблем Поэтому естественно Это удобнее Чем вот эта вот Треем Штука Ты ее должен отдирать Покупать где-то Эту двойной скотч Чтобы опять клеить Ну короче Это пипец Это вот то По каким критериям Я выбирал Ну и плюс каркам Она фирма известная Давно уже Эти регистраторы делает Я тоже не хотел Купить какой-то Совсем Китай С Алиэкспресса Я тоже там посмотрел Их Но они там стоят Типа Всякие no name Вроде и отзывы есть Но отзывы есть И супер хреновые И супер хорошие А он там стоит Типа там Две тире три Ну и нафиг он нужен Когда за три с половиной Ты можешь купить Реально Фирменную штуку Которые Там мне 10 лет Наверное А может и больше Я даже не знаю Сколько они их делают Но каркам Я слышал неоднократно В общем вот И самое основное Тоже что меня Очень порадовало Когда я его собрал Там Когда ты его собираешь Вставляется магнит И по факту Он получается Не прицеплен А вот так на магните Ты можешь этот магнит Убрать и напрямую Их соединить Если у тебя например Легковушка А можешь вот так И это просто супер штука Потому что например Ну вот въехал Ты в какую-нибудь там Долбанутую Швецию Где вообще ничего Снимать нельзя Ты просто раз Его убрал отсюда И вообще ноль К тебе каких-то претензий Это просто супер Я это Об этом не знал Когда я его покупал Не знал И только лишь Когда уже стал Его дома собирать Я это увидел И по-моему Это просто отменная функция Опять же для нашей работы Что ты можешь его Раз убрать Там за секунду куда-то Или Или Взять его с собой Потому что Оставлять Тоже Кабины А здесь частенько Обносят И тут И там То ты где-нибудь В поезд загрузился То ты в каком-нибудь Хреновом районе Тебе надо в магазин Сходить То есть в кабине Лучше ничего не оставлять Это уже проверено Не одним Дальнобойщиком Телефоны Деньги Камеры Все Вот в рюкзак купил В рюкзак убрал И в магазин Иди куда хочешь Потому что Если ты останешься Без всего вот этого Даже хотя бы То что я уже показал Уже будет очень обидно Уже попадание на деньги И опять же Эта камера удобно Чик ее снял Единственное Что может быть Из минусов Только то Что вот эта штука Вставляется вот так И провод торчит Потому что Это сделано для легковушки Чтобы ты вверх вставил И провод убрал Тогда удобно А в дальнобое Было бы конечно идеально Чтобы этот разъем Был наоборот И провод вниз был Ну это уже Такая мелочь Вот единственное Что по минусам Я видел Ну и второй минус Конечно Это маленький экранчик Что ты не видишь То есть надо Не видишь Когда за рулем сидишь Что там пишется Ну в принципе Это такое Есть они вообще Без экранов Что там смотреть По большому счету Тут и смартфон Можно подсоединить К этой камере По вайфаю И посмотреть Что там записано Ну короче вот Про камеру Это все Далее Вот такая вот штука Вставляется в прикуриватель Ну двойник Лучше берите тройник Мне вот например Не хватает Смотрите Ну тут зависит от того Тоже Что у вас Будет Что вы будете заряжать Какое у вас С собой будет оборудование У меня например Есть Вот у меня сейчас Вставлено Я ноутбук заряжал Перед паром Чтобы его с собой взять Уже все Выключил Это вот эта штука Ну про нее Я сейчас Чуть позже расскажу Это вот она Плюс сюда же Мы должны вставить Вот этот бокс Это для оплаты дорог В некоторых фирмах Он не такой Как у нас У нас он один И за кучу дорог Европейских отвечает А в некоторых фирмах У вас будет их много И их все надо будет запитать Некоторые на батарейке А некоторые на проводе Вот он здесь Этот провод Вот у меня он здесь висит Я его вставляю сюда Вот этот же От видеорегистратора Здесь тоже лежит Понимаете То есть я когда еду Вставляю видеорегистратор Вставляю бокс Тоже сюда И все У меня остаются только Вот эти вот зарядки Под телефон Это хотя бы круто Что они их сделали Если бы их здесь не было То было бы уже Очень неудобно Лучше всего Брать тройник И с этими вот штуками Чем больше Тем лучше Это вот для меня Было бы идеально Для вас Вы сами уже можете думать Какие у вас там будут Устройства Что и как подключать Но всегда Больше не меньше Ориентируйтесь на это То есть в идеале Лучше бы конечно Купить три гнезда А не два И желательно Ее купить Не где-нибудь на Алиэкспрессе Самую дешманскую Я зашел у нас В какой-то магазин Сейчас не помню Как он называется Но такой большой Там много разной техники И вот эту штуку Я купил ее там Шестьсот пятьдесят Или семьсот рублей То есть где-то около Там десяти долларов Примерно Она стоила Она очень хорошая Вообще по качеству Супер И с собой Конечно Если вот этих штук нет То надо привести Эту штучку Которая сюда вставляется Под телефоны Вставил И телефоны в нее Вставляются Вот я как раз Такая у меня валялась Не очень качественная Китайская Дома Я ее привез Ставил Она постоянно Ну не каратит А так То контакт есть То нет То есть то нет То есть ты ее как-то Подкрутил Вроде телефон Заряжается Потом раз Яма Все опять Не заряжается Ну короче Лучше качественнее Покупать И не париться Также Еще давно Про это Говорил в чате Писал Валентин И я тоже могу Подтвердить Лучше брать Во-первых Запасные провода А во-вторых Покупать их Как можно длиннее Потому что Если ты лег Отдохнуть Вот сюда В спалку То обычный Провод Вот например Стандартный От айфона Он дотягивается Еле-еле И неудобно Например Лежать Если у вас Телефон На зарядке Лучше взять Провода Подлиннее Дополнительные Далее По поводу Вот этой штуки Это тем Кому нужно Заряжать Ну тем Кто фанаты Чайников Электрических Всяких фигней Это понятно И тем Кому нужно Заряжать Ноутбук Вот у меня Это такая штука Купил я ее В Польше Это Вольта Польска Вон написано Польская фирма Хорошая штука Надежная По крайней мере Меня она вот За полгода Ни разу Не подвела Вставлять сюда Я здесь и телефоны Заряжал В первую каденцию Когда у меня Вот этой штуки Еще не было Этого двойника И не вставить Телефон Я просто сюда Вставлял Прям телефон Как дома С розеткой И заряжал Телефоны Без проблем Тоже Можно и так делать Это У нас Получается Уже Четвертая Четвертая Аксессуар Четвертая штука Которая будет полезна Но это полезно Будет не всем А кому-то Далее Сразу быстро Скажу Для людей С хорошим зрением Которые не используют Эти костыли Для глаз Так называемые Возьмите с собой Темные очки Обязательно Для некоторых Это может быть Не очевидно Обязательно возьмите Потому что Порой Я сейчас попробую В инете найти Какое-нибудь видео Порой ты едешь И вот так вот Перед тобой солнце От солнца Ты можешь закрыться Шторой Но вот когда Мокрая дорога И солнце отражается От дороги Ты от него деться Никуда не можешь А здесь дороги прямые Вот У нас в России Я когда ездил На обычной машине На легковой У нас в дороге В основном Все трассы Как-то не совсем прямая Там вот Питер-Москва Может да Есть прямая А так Они все немножко гуляют И даже если Отсвечивает солнце Ты раз свернул Выехал Опять вроде Отсвечивает Опять свернул Глаза отдохнули Напряглись Отдохнули И ты этого так Не чувствуешь А вот тут Как-то я ехал Просто два часа Едешь по прямой И из этих двух часов Минут 30-40 Было вот это солнце Палящее в мокрую дорогу И просто глаза Чуть не слезятся И тебе никуда не деться Я штору закрыл уже И так и сяк Кепка Все равно В глаза сильно И поэтому Берите темные очки А сразу же Переходим к совету Для очкариков Кто ходит в очках Я озадачивался Этим вопросом Как же это решить Проблему То есть Либо заказывать очки Темные с линзами Но это соответственно Дорого И так себе Это выглядит все И я подумал А вдруг Есть вообще В продаже Уже прищепки На эти очки И прикиньте что Они есть На Алиэкспрессе Вот такая вот штука Стоит Просто Доллар Или меньше доллара Я их купил Несколько штук Я хотел Вам показать Сделать Типа обзор Их разных цветов Заказал Там черное Коричневое Зеленое И желтые Я заказал Четыре штуки Хотел посмотреть Какие будут В какое время Суток По итогу Китайцы конечно Облажались И прислали мне Четыре черных Хотя бы спасибо Что не четыре Каких-нибудь зеленых Прислали В общем Вот прищепка Одевается вот так Одной рукой Элементарно Может быть Это выглядит Не супер круто Я не знаю Да Вот вы сами можете Оценить Насколько это выглядит Но здесь нам Не ходить На подиуме И не идти На свидание Ты сел один В кабине Едешь И самое главное Чтобы у тебя Не слезились глаза И тебя не слепило То же самое Если желтые Например Можно заказать Такие же штуки Они пластиковые Не стеклянные Не играют Ничего не бликуют Я их уже затестил Вот в эту каденцию Только их купил Классная штука Всем рекомендую В принципе Могу даже ссылку Оставить Где именно Я их на Алиэкспрессе Заказал Думаю Для тех Кто носит очки Так же как и я Это будет Очень полезная штука Короткая пауза И продолжим Сейчас вы видите На экране Группу мою В телеграме Заходите туда Там уже Больше 200 230 что ли Человек Точно не помню Очень многие Из них Уже поехали В Польшу Кто на КОН95 Кто на работу Кто-то уже работать начал Кто-то только собирается Кто-то едет в Грузию В общем По всем Вот этим видосам Которые у меня были До этого Вы можете там Задать ваши вопросы Если они у вас еще остались Найти Единомышленников Соратников И тех Кто едет туда же Куда и вы собираетесь В общем Закидываю Какие-то новости Какие-то еще Штуки Анонсы Когда у меня видос Выходит Я туда закидываю Тоже можете подписаться Если вам интересно Продолжаем Далее Берите с собой Машинку Для стрижки Она же бритва Лучше Качественнее Потому что Некачественные Хреново Бреют и стригут Лучше Подороже купить И будет Прямо классно Потому что Во-первых Здесь дорого В Европе Стричься Там Наверное 15 евро Это стоит минимум Во-вторых Не всегда есть Возможность Зайти Заехать Только на 45 Только если ты Около города Или еще где-то То есть Лучше Брать ее с собой И по возможности Где-то уже Побриться Подстричься Проблем никаких нет Потому что Показывать я ее не буду Это и так всем понятно Что это И как оно выглядит Наверное Это одна из очевидных вещей Но все-таки Еще одна очевидная вещь Наушники Особенно для тех Кто собирается в Канаду Когда вы едете Слушать английский И учить его Это просто Вообще Супер Вещь Вы Без наушников Это реально тяжело С телефона не слышно В колонках Плохое качество А наушники Ты одел И спокойно едешь Лучше конечно Брать Какие-нибудь поменьше И лучше не белые А какие-нибудь беспроводные Вот типа моих Которые бы не так сильно Бросались в глаза Я знаю что в каких-то странах Есть запреты Но не знаю Есть ли вообще кто-то Кого остановили Из-за наушников Может быть если только вы Потом Когда вас уже остановили А вы вылезли в наушниках Тогда может быть Вас за это оштрафуют Так чтобы за это Остановили И штрафанули Я такого не знаю Но Факт остается фактом И Слушать английский Или еще что-то В наушниках Это очень удобно Поэтому Стопудово Берите их с собой Далее Идет конечно же Плитка На которой мы готовим еду Вот у меня она такая Это не моя плитка Она здесь была в машине Поэтому я не стал ее покупать Но в целом В Польше Она стоит Примерно в районе 100 злотых Она разбирается Называется она Туристическая плитка В Польше Здесь открывается Крышка Вставляется баллон Баллоны сменные Тоже там В Польше они дешевые 5 злотых В Европе они дорогие По евро и больше Тут мы просто баллон Нажали Он включился И повернули С пьезоэлементом Все огонь загорелся Все выключили Здесь отключили Баллон отключился Отсюда И ничего не произойдет Ни газ не будет выходить Ни еще что-то То есть это очень удобно На ней готовить Есть Я на ней вот все Что мне нужно В общем-то и делаю Это конечно я думаю Вряд ли я кому-то Глаза открыл Но если все-таки Кто-то ее никогда Не видел То пожалуйста Посмотрите Как это выглядит По одежде Что-то сложно Рекомендовать Но вот на шторе Конечно должна быть Какая-то куртка Которая вам не особо Нужна Потому что Она будет пачкаться Иногда Что-то открываешь Не могу сказать Что сильно грязная Работа Нет Так не могу сказать Да руки конечно Пачкаются Перчатки Все такое Но так вот Чтобы ты прям Весь ног до головы Грязный Не знаю И в мокрую погоду Открывал И в такую И в такую Зачем этой шторой По себе мазать Ну тянешь ее рукой В сторону Да она конечно Не супер чистая Можно и где-то Что-то замараться Вот как я говорю Что куртку надо Другую Или кофту Именно рабочую Вот у меня Например Вот здесь внизу Лежит кофта И штаны Чисто рабочие Я когда приезжаю На разгрузку Я снимаю одежду Вот в которой я Сейчас одеваю ту И в ней уже иду Открываю прицеп Ползаю там Трусь Обгруз Если надо Еще что-то делаю И потом Также ее снимаю Убираю вниз До следующей разгрузки Или загрузки Поэтому К этому еще могу добавить Что берите шлепки Обязательно В которых вы будете Тут в душе ходить И везде Потому что души Иногда в таком виде Что туда страшно Вообще зайти Раздетым Поэтому шлепки Конечно Обязательно надо Вот Чуть не забыл Еще про одни штуки Очень полезные Вот такая вот штука Белт стоппер Называется Вот она здесь У меня На ремне висит Так вот они выглядят Я ее купил Честно сказать Уже даже не помню Где По-моему в Италии Что ли Где-то вот здесь Их два На машину Но Для чего это надо Да Естественно Можно заткнуть Этот ремень Вообще Чтобы он не пищал Ничего не делал И не пристегиваться Можно Но на мой взгляд Это немножко Глупо Наверное Не пристегиваться Когда столько денег Вложено В современной машине В безопасность Инженеры Там что-то думали Продумывали А ты просто берешь Как бы плюешь На это Говоря Что мне и так повезет Вот Всякие бывают случаи Можно и в аварию попасть Еще куда-то Просто я попадал Один раз в жизни На втором гольфе На своем В аварию Ремень мне очень сильно Тогда помог Не долетел я Ни до руля Ни до лобовухи Помню прямо Как при ударе Все назад летит Как сзади Вперед летит Все как в замедленном кадре А ты так вот На ремне висишь И прям вот У меня как будто Это вчера было Это воспоминание И ты видишь Капот Который такой Приближается к тебе Сминается И сзади все что лежало Всякие бумага Там бумаги какие-то Еще что-то Все это Вперед летело Вот Поэтому Я пристегиваю Всегда Но Я не знаю Как на других машинах Как там на мерседесе На дафе На скане И тем более Здесь на мане И в принципе Также на легковых Часто И на легковых Часто такое бывает И вот здесь Он тянет Он тянет Потихоньку На ямах Ты едешь И он тянет Все больше и больше Так что в итоге Живот уже начинает давить И ты его как бы Назад делаешь И так ты постоянно сидишь И оттягиваешь его И это конечно Ну бесит Некомфортно И вот эти Белт стоппер Ты можешь его настроить Чтобы у тебя там Зазор был сантиметр Буквально там От груди От живота У тебя будет сантиметр То есть безопасность У тебя остается Практически полностью Естественно лучше Когда он Преднатянут Уже По вот этим Всем инженерным Задумкам Но Так тоже будет Нормально Чем если например Ты будешь Вообще не пристегнут Кто-то вообще гоняет И без ремней Как будто у него Либо вторая жизнь есть Либо он сохранился Перед этим Ну Как бы у нас Миллион Видео в ютубе Из аварий И что после них Получается с людьми Поэтому Я рекомендую Всем пристегиваться Думаю что Тот кто в какой-то Аварии был И был пристегнут Он полностью Мое мнение Поддержит В любом случае Я просто делюсь Своим мнением С вами Я эти штуки купил Мне они нравятся Они удобные И Ваша Уже Дева Какой вывод Из этого сделать Ну и последнее Наверное Что я хочу сказать На моем канале Достаточно много Моих единомышленников Кто тоже собирается В Канаду И вам Отдельный совет Купите Себе крепления Разные Для телефона Чтобы вы могли Либо на ютуб Либо в инстаграм Можно в закрытый канал Снимать видосы О самом себе И выкладывать Их туда С целью Потом Показать работодателю Как вы все это делаете У меня есть канал Есть инстаграм Я там это делаю Они открыты Вот кстати говоря Сейчас вы видите Мой инстаграм Кто хочет Подписывайтесь на меня Я там постоянно Сторис какие-то Почу С работы С отдыха Со всего В общем Так что если интересно Пожалуйста Подписывайтесь Вот А тем кто не хочет Вести какую-то Открытую жизнь Вы можете сделать Закрытый канал Который никто не будет Видеть в ютубе Либо закрытый В инсте Канал И не будет у вас там Ни подписчиков Никого И это вы будете Использовать Для того Чтобы в Канаде Потом подтверждать Свой опыт Потому что часто Работодатель Работодатель Просит подтверждение Опыта Что вы действительно Умейте ездить Что вы не подделали Эти бумаги Просит показать Как вы паркуетесь Какие грузы Вы возите Как вы их там крепите Ну короче Вот Все ваши рабочие Процессы Снимайте Для этого Нужно купить Крепление на телефон Вот я вам сейчас Даже покажу Мне кажется Это одна из Таких самых удобных Штук Которая стоит Копейки при этом Вот я Отцепил Вот она Тренога С вот этой штукой Эта штука Крутится Ее можно повернуть Горизонтально Можно поставить Вертикально То что вам нужно Снимать парковку С ней На любую поверхность Вы можете ее поставить Как удобно Снять себя Машину Это раз Эта штука Откручивается Вот это вот сверху Мне одной рукой Сейчас к сожалению Не очень удобно Вот она видите Крутится Ну короче Она открутиться может Целиком И разные крепления Купите Чтобы Там можно На присоске Купить Вот к зеркалу Например На присоске Прицепил И задом сдаешь Она снимает тебя И то куда ты едешь Можно куда нибудь Сюда прицеплять Там Или вот какая нибудь Такая штука То есть такие вот Бывают крепления Они как прищепки На что нибудь За что нибудь Сильно она хватается И держится И вот Прямо с первого дня Если вы собираетесь В Канаду И уже с опытом Дальнобойщик То прям завтра Начинаете снимать Или прям сегодня Если вы на работе Если вы только Учитесь Собираетесь Ехать там Куда нибудь В Грузию Или на Кот То прям с первого дня Начинайте снимать Как у вас Все это было Ваша история И потом Откройте В инстаграме Например Свой аккаунт И отправите Работодателю Когда уже будете Его искать С опытом Когда вы будете Либо то же самое В ютубе Там вообще Можно иметь Канал закрытый И просто делиться Ссылкой На видео И тот у кого Есть ссылка Может его смотреть У кого ссылки нет Канал будет закрыт Тоже отличная Вещь Удобная Это вот Чисто отдельный совет Для тех Кто собирается В Канаду Не обязательно Быть там Крутым блогером Что-то объяснять Разрулить Вы можете просто Молча делать Все маневры И просто снимать Себя И все Там 2-3-5 минут Ролик Но если вы еще Будете что-нибудь На английском Добавлять Конечно То это вообще Будет топчик Ой ребята Вчера же Забыл снять Для вас Один из основных Аксессуаров Который тоже На мой взгляд Опять же Нужен Смотрите Вот коврик Купил Буквально В эту каденцию Вырезал Здесь 3 евро Всего лишь Он был В одном Из тут Магазов В Италии Блин Очень удобно Кладешь его Особенно Когда если У вас Длинные рейсы Чтобы ноги Не на этой Резине Стояли Неприятно И твердо А на коврике Вообще Супер Классно Так что Имейте ввиду Тоже Квасная вещь Стемнело И я как раз Вспомнил Еще одну вещь Которая Необходима Конечно же В дальнобое Вот Обычный Фонарь Но мощный Я его Купил В Англии Но наверное Дешевле Было бы Если бы Вы его Купили В наших Странах Такой Светодиодный На трех Батарейках Пальчиковых И прям Квасно Светит Вот фонарь Нужен Потому что Когда например Выезжаем Все Водители В Европе Часто выезжают Рано утром Когда полная Темнота На улице Нужно делать Обход Также когда ты приехал Нужно что-то посмотреть Иногда Нужно Ремонтировать Что-то Там элементарное Вот например Хотя бы даже В предыдущей серии Я вам рассказывал Про то Как я там Под прицепом С этой штукой Пытался Разобраться То же самое Без этого фонаря Было бы очень Очень Плохо И неудобно Этот фонарь Который я вам сейчас Показал Он гораздо ярче Свечит Тем телефон Естественно Наверное Можно и этим фонариком Маленьким С телефона Обойтись Но Не думаю Что это целесообразно Лучше Такой нормальный Светодиодный Привезти Чтоб Все было видно Классно Просто Этот фонарь Он еще здесь Видите Магнит Здесь у него Вот эта штука Что повесить Можно Ну он такой Более универсальный Так сказать То есть Можно в разных ситуациях Он может Помочь Так что Еще один Важный аксессуар В общем И все Ребята Все что я хотел вам Рассказать Про то что Необходимо В дальнобое Всякие Про вещи Не буду уже Рассказывать Это я думаю Вы и сами Разберетесь Что вам брать Сколько носков Сколько трусов И тому подобные вещи С всякими там Салфетками И всем остальном Как вы привыкли Дома Тоже Так же Все это и покупайте Это уже Бесполезно Рассказывать Тут все равно Каждый Сделает По своему Какие тряпки Какие вам Салфетки Какие жидкости Ну в общем И так далее И тому подобное Если понравилось Видео Пожалуйста Лайк поставьте Если понравился Мой канал И то Как я что-то Рассказываю Подпишитесь На мой канал Потому что Еще что-нибудь Обязательно Буду рассказывать Интересное И про работу В Европе И про Канаду И про все остальное Всем спасибо За внимание Всем Канады И всего хорошего Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры Добавил субтитры Добавил субтитры